МАГАДАН 30 сентября – последний день приема заявлений от родителей на получение президентских выплат. В регионе своим правом не воспользовались около 300 семей. Визит в Москву мэра Магадана Юрия Гришана обернулся удачей для жителей Колымской столицы. В Министерстве культуры Российской Федерации одобрили проект по строительству музея городского быта в Колымской столице. На еженедельном брифинге главы муниципалитета стало известно, что музей планируют построить к концу лета 2021 года. Также Юрий Гришан встретился с заместителем председателя Государственной Думы Алексеем Гордеевым. Разговор шел о строительстве этнопарка Дюбча. Проект нового культурного места на побережье областного центра выиграл грант в 80 миллионов рублей. Но этой суммы недостаточно. Требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета. Я уже говорил о том, что мы выиграли грант всего 80 миллионов рублей, но территория под парк Дюбча она значительно больше, чем вот первую очередь парка Маяк. То есть уже сегодня понятно, что грантовых денег их будет недостаточно. И мы должны заручиться поддержкой, чтобы этот парк дополнительно финансировался из средств федерального бюджета. Но и у муниципалитета не очень хорошо, будем говорить с деньгами. Но и у субъекта тоже есть другие обязательства. Парк победил, давайте вместе построим. Парк интересный, оценен был проект очень высоко. Кроме того, в мэрии Магадана сейчас разрабатывается проект второй очереди парка Маяк. Готовые эскизы разместят на электронной платформе «Открытый Магадан». Там жители города смогут описать свои идеи, чтобы они хотели видеть в новой части излюбленного места жителей областного центра. Также на доработку добавят проект пешеходной зоны «От маяка до пирса», который находится в стадии реконструкции. Всего на формирование комфортной городской среды, по словам Юрия Гришана, из федерального бюджета предусмотрено выделить около 500 миллионов рублей. Специалисты ГЛУД и подрядные организации продолжают ремонт участка по улице Зайцево. Здесь будет уложено порядка 1600 квадратных метров покрытия. Работы на этом участке начались в середине лета. За это время были установлены ливневые стоки, сейчас приступили к асфальтированию. Самая главная задача, которая преследовалась при благоустройстве этого двора – решить вопрос с водоотведением. Потому что здесь были постоянно затопления, и это была самая большая проблема. На данный момент ведутся работы по асфальтированию. Здесь сделаны водоотводные лотки. И надеемся, что все проблемы, которые я уже обозначил, что по водоотведению будут решены. В процессе строительства данного участка были учтены пожелания жителей и расширена территория асфальтирования до существующего железобетонного лотка. Кроме того, будет увеличена площадь парковки. Завершить работы по асфальтированию подрядная организация должна до 30 ноября. Однако, по словам специалистов, сдать придомовую территорию планируют на месяц раньше. В Магадане продолжают бороться с пожарами. Сегодня горит лес около населенных пунктов Ола, Хасын-Стекольный, Сокол-Уптар и на сопке Бухты-Батарейная. Всего тушат около 800 гектаров леса. Для борьбы с огнем вышли сотрудники всех городских спецподразделений по чрезвычайным ситуациям. Лесхоз Магадана, спецтехника Галут и Минэнерго. Также для устранения очагов возгорания задействовали авиацию. Главный рецидивист при пожарах – Торфян. Глаз под землей и огонь выходит наружу в непредсказуемых ростах. Пожарные несут постоянный колорой на близлежащей территории очагов, чтобы вовремя обнаружить очередную вспышку и ликвидировать потенциальное развитие опасных очагов. В течение трех дней прошедших привлекали для тушения вертолет с водосливным устройством. Соответственно, на пожар в районе Сокола было слито более 100 тонн воды. В районе Батарейной более 70 тонн воды было слито водосливным устройством, прицепленным к вертолету. На сегодняшний день увеличение площади горения не зафиксировано. По словам экспертов, через несколько дней пожары будут локализованы повсеместно. 30 сентября – последний день приема заявлений на получение президентских выплат от семей, у которых есть дети в возрасте от 0 до 16 лет. Всего с апреля по сентябрь этого года колымские семьи подали более 22 тысяч заявлений. Тем не менее, несмотря на широкое информирование населения, до сих пор остаются родители, которые не воспользовались своим правом и не обратились за выплатами. Таких семей в регионе около 300. Обращаю внимание, что остается буквально два дня – 29 сентября и 30 сентября, когда можно подать такое заявление. Выплаты на 5 тысяч и на первые 10 тысяч носят заявительный характер. Без заявлений мы не имеем права, даже знаем о том, что есть такая семья, есть ребенок, но право у нас самостоятельно, без воли и изъявления гражданина, выплатить такие деньги нет. И 1 октября обратиться с этой выплатой уже будет невозможно. Сделать можно, повторяюсь, через портал подать такое заявление. И наши клиентские службы последний месяц принимают без записи, без очереди. Только, пожалуйста, приходите. Кроме того, семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года, также имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Эта выплата также носит заявительный характер. В связи со сложившейся противоэпидемиологической ситуацией записаться на личный прием к руководителям и специалистам управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области возможно только посредством сервиса «Электронная очередь». Он расположен как на официальном сайте ФССП России, так и на сайте регионального управления. «Посредством записи на личный прием можно выбрать как должностное лицо, к которому вы хотите записаться, так и день, и время записаться можно на глубину до 30 дней. Необходимо учесть, что записаться можно только по одному вопросу. Другому лицу передать свое право в этой очереди нельзя. Записывается только конкретная сторона исполнительного производства и указывает, по какому исполнительному производству он приходит». Кроме того, граждане, воспользовавшись вкладками электронного сервиса, могут выяснить наличие или отсутствие задолженностей, а также при необходимости произвести оплату долгов. А в личном кабинете можно онлайн подать заявления, жалобы или обращения. При этом авторизация происходит через портал Госуслуг. Помимо интернет-сервисов можно воспользоваться корреспондентскими ящиками, которые располагаются на входах всех отделений. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии и привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карломакса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт рекламная лавка «Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров, новых услуг, свежих вакансий и еще масса интересных и нужных объявлений. Только проверенная реклама из первых источников. Добро пожаловать в инстаграм-аккаунт рекламная лавка «Магадан». Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видео-тест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. В среду 30 сентября в Магадане переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью 0-1, днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Влажность составит 93%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Субтитры создавал DimaTorzok